Есть люди, жизнь которых стала поводом для создания художественных произведений. Англосаксы, например, обожают всякие истории про убийц, поэтому у них много книг и фильмов жизнеописаниями убийц и описаниями совершенных ими кровавых злодеяний. Одно из таких кровавых дел связано с именем Лиззи Борден, скромной учительницей с восточного побережья США. Дело было в конце 19 века. Так получилось, что мачеха и отец Лиззи были зарублены топором. Этот печальный случай дал повод для американских газетчиков мусолить на своих страницах популярную тему кровавой внутрисемейной разборки. Конечно, обвинили Лиззи. Она вместе со своей сестрой, бывшей тогда в отезде, наследовала покойным. С тех пор у американских детей, наряду со считалочкой «раз картошка, два картошка», «one potatoes, two potatoes», есть еще одна начинающаяся словами «Лиззи Борден взяла топор». Однако на суде вина Лиззи Борден доказана не была. Ее взялся защищать в суде присяжных бывший губернатор штата. Это дало повод для возникновения традиции отрицания невиновности несчастной девушки. Дескать, по просьбе влиятельного адвоката не были оглашены в суде некоторые доказательства. Более того, так и не были найдены огрызки двух груш, которые Лиззи Борден, по ее словам, ела в то время, когда совершилось убийство. Вот уж страшно это подозрение. До сих пор в общественном мнении Америки состязаются две точки зрения. Одни говорят, что Лиззи невиновна, а другие, что она кровавая злодейка. Несколько лет тому назад был сделан фильм под названием «Лиззи Борден взяла топор». Его создатели – сторонники версии о виновности Лиззи. Фильм сделан в жанре реконструкции событий. Конечно, само убийство реконструируется в соответствии с точкой зрения авторов фильма, а для реконструкции следственных действий самого процесса есть объективный материал, казалось бы, независимый от точки зрения авторов. Но и тут, воспроизведя в инсценировке этот материал, они не отступили ни на йоту от своих убеждений, а нужно было бы. Дело в том, что во время процесса в городе было совершено еще одно аналогичное убийство, сработанное топором, без единого гвоздя. Поэтому, по крайней мере, для того, чтобы обвинить Лиззи Борден, нужно было констатировать разветвленный заговор, а это явно противоречит гипотезе бытового убийства на почве внутрисемейных отношений. Кстати, все присяжные были единогласно против признания виновности Лиззи, которая была любимицей жителей маленького городка. Но газетчики жизнь ее сломали. Она не смогла создать свою семью и умерла старой девой в самом начале Великой Депрессии, уже в 20 веке. Вы поняли теперь, что я сторонник невиновности Лиззи Борден. Недавно вышло продолжение фильма «Хроники Лиззи Борден». Это жизнь Лиззи после суда. Персонаж фильма проявил себя как серийный убийца в восьмисерийном телесериале. Стоило ли так делать? Все ради наживы. Использован не занятый никем бренд. О, мир, чистоганные наживы. Ты готов растоптать любые чувства и бросить их на эшафот. Есть места, где к тайнам личной жизни относятся трепетнее и скромнее, чем в США. Я имею в виду Россию. Пушкин Александр Сергеевич написал не только бессмертную повесть «Капитанская дочка» о перипетии их жизни влюбленной пары на фоне восстания Пугачева. На этом же материале Пушкин написал историческую работу, а не билетристику какую – историю Пугачевского бунта. Для работы над ней он был допущен императором Николаем Павловичем, хранившимся в опечатанном виде материалом следственного дела. Следственное дело о Пугачевском бунте было недоступно для большинства любопытствующих около двух столетий. Сейчас это дело есть в интернете. Я спросил одного историка, почему так? Почему документы, не касающиеся никоим образом ничьих политических интересов, хранятся в тайне? Он мне ответил. Знаете, как случился с Лениным роковой удар, то есть инсульт, после которого он так и не смог оправиться? Он познакомился с последними страницами следственного дела своего старшего брата Александра Ильича Ульянова. Александр был обвинен в подготовке покушения на императора Александра Третьего, приговорен к смерти и казнен. После этой трагедии, согласно семейному преданию Ульяновых, гимназист Володя Ульянов сказал своей маме, «Мы пойдем другим путем». Эту легенду распространяла на встречах с пионерами младшая сестра Ильича Мария Ильинична Маняша, «Последние страницы дела Александра Ульянова до сих пор не опубликованы, недоступны для исследователей. Они и поныне хранятся в тайне, по крайней мере, так мне сказал мой знакомый историк. Не нужно ожидать, что там признание брата Ленина о связях с инопланетянами, нет. Там хранится всеподданнейшее прошение старшего брата-вождя Октябрьской революции о помиловании. Этого-то и не перенесла сосудистая система Ленина». Мой знакомый историк резюмировал. В следственном деле о Пугачевском бунте есть много материалов, касающихся личной жизни многих людей. Потому-то оно и было секретно. Кстати, есть еще одна тайна. Такая, что просто дальше некуда. Когда в начале XIX века в городе Тильзит, ныне советская Калининградская область, император Всероссийский Александр I, прозванный позднее благословенным, император Франции Наполеон Бонапарт, подписали мир, теперь он называется Тильзитский мир, к нему, к этому мирному договору, был составлен и подписан обеими сторонами секретный протокол. Через несколько лет Россия и Франция вновь стали военными соперниками, потом русские войска вошли в Париж, потом французы осаждались в Севастополь, потом снова стали нашими союзниками. Прошло больше ста лет. К власти в России пришли большевики. Они решили опубликовать все секретные договоры, заключенные царским правительством. И опубликовали все, кроме этого, секретного протокола, дополнявшего Тильзитский мир. Что остановило большевистских комиссаров, неизвестно. Но что-то такое содержится в этом протоколе, что неизменно останавливало руку, поднятую на его секретность. С тех пор во Франции власть сменилась много раз. Но ни пришедшие к власти после свержения Наполеона Бурбоны, ни немецкие оккупанты, захватившие Париж в 1940 году, не решились огласить содержание этого протокола. Подписывайтесь на наш видеоблог, контактируйте со мной в ВКонтакте, на Фейсбуке, познакомьтесь со сказками бояршин на сайте Самиздат. Вот так. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...